Они снижают риск гибели пешехода на 70% и могут спасти вашего питомца. Светотражатели или фликеры становятся настоящим спасением на российских автодорогах. Яркие брелоки и наклейки стали обязательным атрибутом пешехода вне населенных пунктов. Новое правило вступило в силу 1 июля. С тех пор прошло уже почти три месяца. Наша съемочная группа решила проверить, соблюдают ли пешеходы правила и можно ли приобрести в Наринмаре спасательную экипировку. Засветись и будь заметен. С такого ролика Государственная автоинспекция начала приучать пешеходов использовать светоотражатели. С 1 июля 2015 года в правила дорожного движения внесены небольшие, но существенные изменения как для водителя, так и пешехода. Сейчас является обязательным использованием светоотражающих элементов. Если пешеход двигается вне населенного пункта, а если в городе, то здесь рекомендательный характер использовать светоотражающие элементы. Повышенное внимание к безопасности пешехода вполне ожидаемо. Согласно статистике ГИБДД, в России ежегодно совершается около 70 тысяч наездов на пешеходов. Это каждая четвертая ДТП с пострадавшим. Водители наезжают на людей на зебрах, обочинах, тротуарах. 90% случаев происходят вечером или ночью. А значит, решение проблемы однозначно – подсветить пешехода. Когда едет машина в темноте, не видно ребенка. Вот если есть оба умигающие, тогда и видно, что бежит ребенок или что-то мелькает. Водитель уже смотрит на это и притормаживает. Владелец автомагазина Нина Алютьевна в необходимости ношения светоотражающих элементов убедилась сама, когда села за руль. Подсвеченный пешеход виден за 140 метров. А если машина едет с дальним светом, расстояние увеличивается до 300. Этого вполне хватает, чтобы среагировать и начать торможение. К тому же 100 рублей, потраченные на фликер, не цена для предмета, который способен спасти жизнь. Их можно купить в магазинах автозапчастей и канцелярских товаров. Ассортимент везде разный – от стандартных брелоков до пластиковых браслетов, которые можно одеть даже питомцу. Это называется слэп-браслет. Такая штука одевается на руку. Можно одеть собаке на шею. Это нормально. Дальше. Есть такие стикеры. Это, проще говоря, как в народе говорят, это наклеечки. Их можно клеить на все. На баллоньку, на джинс, на любой трикотаж, на верхнюю одежду. И вот такие вот. Значит, народ стал их брать. Потихонечку, помаленечку. Ну, мы им рассказываем. Кроме того, сегодня большинство производителей портфелей, детской одежды и аксессуаров декорируют светоотражателями свои изделия. Это очень удобно и практично. Ребенок не потеряет и не повредит такие фликеры, а значит, будет в безопасности. Ситуация с одеждой для взрослых иная. Найти изделия с катафотами довольно сложно. Тот, кто не хочет довольствоваться брелоком, может купить специальный жилет через интернет. В Наринмарских магазинах их пока не продают. По поручению Кружной комиссии по организации безопасности дорожного движения, Комитету инвестиций и предпринимательства было поручено провести определенную работу с предпринимателями, для того, чтобы наши предприниматели приобрели и реализовывали через свои торговые сети светоотражающие элементы. За неимением светоотражателя пешехода могут оштрафовать. Правда, только на дороге по пути в Красное. Это единственная проезжая часть вне населенного пункта вблизи города. Штраф составит 500 рублей. Только смысл новых поправок не в сумме, а в бесценной жизни пешехода. Валентина Чебичик, Антон Водряков.